На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале? Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять, остановимся, изолируем людей, погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь. Путь тяжелой, очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. Кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда. Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах. Налажены регистрации и последующие наблюдения граждан, прибывающих из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней под роспись. В круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю ковид. Оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительную дезинфекцию. В общественном транспорте, вокзалах, гостиницах, иных местах скопления людей. Белорусы порой этого даже не заметили. Ежедневно, с учетом обмена с коллегами из других стран, самая свежая информация, собственного опыта, обновляли протоколы лечения пациентов. Минздрав работал как оперативный штаб. Врачи вертелись как могли. Был усилен режим наблюдения за состоянием здоровья школьников, студентов, детей, посещающих детские сады. Продляли школьные каникулы. Использовались технологии дистанционного обучения, которые стали оперативно внедряться. В течение одну-двух недель буквально мобилизовали сотни промышленных предприятий на выпуск медицинских масок, респираторов, халатов, антисептиков, линейки лекарств. Благодаря председателю КНРС Дзиньпину в течение суток послом Стамбковым были поставлены в Беларуси две линии по производству респираторов и масок. Наштамповали столько, если уже откровенно говорить, что сегодня девать некуда. Сегодня у нас уже есть резерв этих товаров, который пригодится в будущем. Пригодится и не только нам. В результате нам не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи. Мы задействовали всего лишь половину, примерно, коечного фонда, который был разрезервирован в наших больницах. У нас на ИВЛ находилось не более 10-11% больных от наличия этих аппаратов искусственной вентиляции легких.